Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео! Когда начнется следующий криптовалютный буллран? Когда биткоин взорвется? Это вопросы на миллион долларов и это сейчас многих интересует. Сегодня я дам тебе три простых шага, которые позволят тебе с сегодняшнего дня самостоятельно определять, как даже после затяжного медвежьего рынка начнется огромный рост с большими прибылями. Именно поэтому я и люблю медвежьи рынки, они позволяют накопить побольше монет, чтобы потом на обычном рынке выгодно их продать. Если ты не видел предыдущее видео из этой серии, советую его посмотреть. Там я тоже дал три простых совета, когда конкретно покупать криптовалюту на медвежьем рынке. Ссылка на него будет в описании под видео. Итак, медвежьи рынки всегда жестокие, они длительные, брутальные и многие только ждут того дня, когда они закончатся. Но как максимально точно понять, что медвежьи рынок вот-вот закончится и начнется новый бычий рынок? Три простых шага. И первый это месячный график биткоина, на который наложен стахистический индекс относительной силы. Он помогает нам удивительно точно прогнозировать последние три огромных падения на биткоине. И это помогает нам также определять, когда эти падения закончатся. На этом индикаторе мы обязательно должны отметить этот белый уровень на отметке около 20 пунктов. Что нам нужно? Посмотреть на стахистический индикатор и когда он проваливается ниже этого белого уровня, можно загибать палец. Первый шаг исполнен. Нам обязательно нужно находиться ниже этого уровня. И заметь, что сейчас мы уже находимся ниже этого уровня. Но это еще ничего не значит. Ведь это только первый шаг. Сам по себе он еще не означает завершение медвежьего рынка. Второй шаг это на 5-дневном графике биткоина. Нужно выбрать индикатор «Гауссовский канал». Никаких настроек больше не нужно. Индикатор остается с заводскими настройками. Что нам нужно? Нам необходимо искать участки, где он меняется с красного на зеленый. Когда это изменение происходит, это означает завершение медвежьего падения рынка. Например, в 2014 году. Посмотри, красное сменилось на зеленое. Медвежий рынок закончился и начался бычий рынок. В 2011 году мы видели то же самое. Смена красного на зеленое. Конец медвежьего рынка и начало бычьего. Так что это очень важный индикатор. Но сейчас он до сих пор красный. Мы все еще в медвежьем рынке. Напоминаю, шаг номер 1 и шаг номер 2 должны исполняться одновременно. Точно так же, как и третий шаг, о котором мы еще поговорим. Все эти шаги, все эти условия должны быть выполнены одновременно. Только в таком случае мы можем говорить о завершении медвежьего рынка. То есть, если стахастический RSI находится ниже этой белой линии, как сейчас, но при этом гауссовский канал красный, это означает, что медвежий рынок все еще продолжается. Биткоин прямо сейчас все еще находится в медвежьем рынке. Медвежий рынок будет официально закончен, когда все три шага, все три условия будут выполнены. И, кстати, когда все три шага будут выполнены, это также будет самой идеальной точкой для того, чтобы наконец купить биткоин, если ты еще этого не успел сделать. И, наконец, шаг номер 3. Тоже на месячном графике. Здесь нужно наложить 21-дневную среднюю скользящую. Когда цена удерживает эту скользящую в качестве поддержки на месячном графике, и одновременно с этим стахастический RSI находится ниже 20, а гауссовский канал становится зеленым, это означает долгожданное завершение медвежьего рынка. Мы видели это вот здесь. Цена ушла выше 21-дневной средней скользящей после длительного падения и закрепилась выше. Эта свеча закрепления и сообщила нам о завершении медвежьего рынка. Если что, каждая свеча – это месяц рыночного поведения цены. И здесь мы тоже видели то же самое. Еще раз напоминаю, все три шага, все три условия должны быть выполнены одновременно. Если какое-нибудь условие не выполнено, но два других выполнены, значит медвежий рынок еще не закончился. Это видео только что сэкономило тебе целую кучу времени и усилий. Я надеюсь, что именно поэтому ты поставишь мне лайк. Я буду очень благодарен за твою поддержку. А меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok